Задержание во Франции бизнесмена и политического деятеля Мухтара Аблязова стало общим мировым событием и попало на веб-страницы ведущих мировых масс-медиа. Цитата Financial Times. Казахстанский политик и бывший банкир Мухтар Аблязов арестован в Южной Франции. В первые минуты подробности неизвестны, а правоохранительные органы Франции не подтверждают информацию. Ещё слишком свежие скандальные подробности ареста и депортации дочери и жены Мухтара Аблязова. Агентство Reuters сообщает, арест произошёл в населённом пункте Муан-Сарто, в 8 километрах к северу от Кан. Репортеры Bloomberg наконец обнародовали первое официальное подтверждение. Источник из комиссариата полиции Горде Экс-Эн-Прованс, что в 150 километрах от знаменитых Кан подтвердил арест Мухтара Аблязова. Также Bloomberg оповестил, что предварительные слушания в местном суде назначены на утро 1 августа, а страна с чьей подачи арестован господин Аблязов – Украина. Киев здесь фигурирует как политическая карта. Украинским властям на Западе больше доверия, чем Астане и Москве вместе взяты. Между Казахстаном и Францией нет соглашения об экстрадиции, а возможности экстрадиции его в Россию ограничены. Также Financial Times пишет, что Украина третья после Казахстана и России государство, желающее видеть на ручниках Мухтара Аблязова. Российский коммерсант с новой порцией подробностей. По данным журналистов издания, Мухтара Аблязова искали и нашли частные детективы израильского агентства ГАДОТ, которых наняла Акорда. Вот цитата. Сыск нашел господина Аблязова и во Франции, отследив его по звонкам, сделанным супруге и ее адвокатам. Это далеко не первая информация об израильских сыщиках. ГАБОТ был задействован и в Италии. Судя по всему, мягко говоря, пикантная информация о приемах и методах работы политического руководства Казахстана будет только нарастать. Чтобы добавить красок и без того не самому блестящему имиджу режима президента Казахстана.